Дом на колесах без водителя. Чем заменят автобусы и маршрутки в ближайшем будущем? Лучшие стартапы Казахстана. В Павлодаре прошел отборочный тур реалити-шоу для молодых разработчиков и предпринимателей. Каким будет общественный транспорт? Электрическим, автономным, красивым? Наверняка. На Женевском автосалоне, кроме множества футуристичных спорткаров, внедорожников и обычных городских седанов, были представлены концепты, которые вполне вероятно станут образцами для создания замены автобусам и маршрутным такси. Многомиллионные мегаполисы. Живя в них, иметь автомобиль зачастую весьма обременительно. Гораздо комфортнее пользоваться вот таким, к примеру, транспортом. До восьми посадочных мест в салоне с пеобразным расположением сидений, отсеки для багажа и без водителя. Это концепт Renault Easy Go. Французский автопроизводитель считает, что именно подобные самоходные повозки будут перевозить гаражан уже через несколько лет. Ведь то весьма недорого и удобно. В том числе, благодаря просто огромному входному проему для посадки. Easy Go электромобиль. Он полностью автономный. Он в полной мере подключен ко всем средствам связи. И он обеспечивает полную автономность при передвижении. Итальянская дизайн Ателье Икона дебютировала на Женевском автосалоне с концептом Nucleus. Это также автономный электромобиль. Шесть посадочных мест и интерьер, при создании которого дизайнеры вдохновлялись салоном авиалайнера Concorde. И снова ни намека на рулевое колесо или другие элементы управления. Автомобиль управляет собой сам. Шесть посадочных мест, удобные вращающиеся сидения. Разработчики попытались создать мобильное жилое пространство и сделать акцент не на передвижении, а на работе или отдыхе внутри этого транспортного средства. У пассажира создается впечатление, что он в архитектурном сооружении. Все больше производителей занимаются проектированием автономного транспорта. Аналитики компании IHS Market прогнозируют, что в 2021 году будет первый серьезный всплеск объемов продаж таких средств передвижения. Павлодаре подвели итоги регионального отборочного этапа республиканского конкурса «Стартап Булашак Минен Арманем». Это уже третий сезон амбициозного проекта, направленного на развитие предпринимательских инициатив и поддержку молодых бизнесменов. За строгим конкурсным отбором последует реалити-шоу, в котором лучшие стартаперы страны поборются за внушительный призовой фонд. Павлодарский государственный университет открыл эстафету третьего сезона республиканского конкурса «Стартап Булашак Минен Арманем». На региональный этап проекта поступили заявки от десятков молодых разработчиков. Антон Толчин со своим мобильным приложением QR-гид по итогам трехдневного марафона оказался в числе счастливчиков, прошедших в следующий раунд соревнований. Впереди четвертьфинал. Это не только считыватели QR-кодов, не размещенных на зданиях, это еще и мобильное приложение с картой достопримечательность, на которой маркерами отмечены все объекты, которые могут заинтересовать пользователей или туристов. Выбирая объект, пользователь получает информацию. Если это, допустим, архитектурное сооружение, то историческую справку. Если это какой-то природный объект, то легенду или какой-то красивый эпоск. По словам автора, это целый программный комплекс. Он не только расскажет туристу об историческом объекте, но и проложит к нему маршрут, даже в самых непроходимых местах. На карту приложения уже нанесены достопримечательности Павлодарской области, частично Баянаула, Кукшитау и Борового. В планах дополнить базу еще тысячи объектов. Стартап Даулета Тимиржанова тоже прошел в четвертьфинал. Его проект – подвеска Кейзет. Это производство запчастей из износостойкого полиуретана, пока по индивидуальному заказу. В планах серийное производство втулок, сайлентблоков и прочих деталей. Автовладелец сможет приобрести ее через интернет-магазин и получить его, и намного дольше произвести, чем на обычной резине. Жюри и кураторы республиканского конкурса в Павлодаре поддержали 34 заявки и отклонили 400. Отборочные этапы самого масштабного конкурса стартап-проектов пройдут во всех областях Казахстана. В мае месяце будет четвертьфинала с участием уже со всех этих 16 вузов, 16 регионов. Летом будет у них летний лагерь, где также будут работать с ними менторы, коучеры, то есть рассматривать их проекты, улучшать, совершенствовать. И в октябре уже на Хабаре будет реалити-шоу. В финале останется не больше 30 человек. Главными судьями для стартаперов и их наставников станут телезрители. Победителя ждет денежный грант на поддержку его бизнес-идеи и, само собой, бесценные навыки ведения бизнеса. Ведь главная цель грандиозного конкурса – взрастить и оказать поддержку поколению новых предпринимателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова